Беседа 72, страница 478 Истина, истина, говорю вам, Принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, А принимающий меня, принимает пославшего меня. Иоанн 13, 20 Великое воздаяние за услуги, оказываемые рабам Божьим, и плоды от них, Мы получаем еще в настоящей жизни. Принимающий вас, говорит Христос, меня принимает, А принимающий меня, принимает пославшего меня. А что может сравниться с принятием Христа и его Отца? На какой это имеет связь с тем, что сказано прежде? Что общего между словами? Если это делаете, то вы блаженны. И следующими затем, принимающий вас. Связь тесная и весьма близкая. И смотри, какая именно. Так как апостолы должны были выступить на проповедь И потерпеть великие бедствия, То Христос утешает их двумя способами. Во-первых, через самого себя, А во-вторых, через других. Если, говорит, вы будете любомудрствовать, Имея всегда в памяти меня, И представляя все, что я потерпел, И что сделал, То легко перенесете бедствия. Но не этим только утешает их, Но и тем, что они будут пользоваться Великими услугами от всех. На первой он указал, сказав, Если это делаете, то вы блаженны, А на другое словами, Принимающий вас меня принимает. Он ответил на них дома всех, Так что они имели двойное утешение, И в своем любомудре, И в усердии служащих им. Потом завещав это им, Как лицам, имеющим обойти всю вселенную, И помыслив, что предатель лишился и того, и другого, И ничем этим не воспользуется, То есть ни терпением среди трудов, Ни услугами людей, Которые будут принимать. Он опять возмутился духом. Евангелист, означая это и показывая, Что он поэтому именно возмутился, Присовокупляет. За свидетельство высказал, Истинно истинно говорю вам, Что один из вас предаст меня. Стих двадцать первый. Опять на всех наводит страх, Не назвав по имени, Хотя апостолы не сознавали за собой ничего худого, Но приходит в недоумение, Потому что более верили словам Христа, Нежели собственным своим помыслам. Поэтому они смотрели друг на друга. Таким образом, приписав все дело одному, Христос тем уменьшил страх, И присовокупил. Один из вас привел всех в смущение. И что же, все прочие смотрят друг на друга, А всегда пламенный Петр подает знак Яну, Так как он уже прежде подвергся упреку. И когда Христос хотел умыть ему ноги, Не дозволял. Да и везде, несмотря на то, Что действовал по влечению любви, Подвергался порицанию. То теперь, опасаясь нового упрека, Он не стал ни молчать, ни говорить, Но через Яна хочет узнать. Здесь прилично спросить, А чего в то время, Когда все были в томлении и трепете, Когда Верховный Апостол боялся, Иоанн как бы в радости возлежит на лоне Иисусовом, И не только возлежит, Но и припадает к Персим. И не это только достойное исследование, Но и следующее. Что же именно? То, что он говорит о себе, Которого возлюбил Иисус. В самом деле, почему никто другой Не сказал этого о себе? Ведь и другие были любимы, Но Иоанн больше других. Если же не другой, кто сказал это о нем, Но он сам по себе, То в этом нет ничего удивительного. Так поступает по требованию обстоятельств, И Павел, когда говорит, Зная человека, который назад 14 лет, Второй Коринфянам 12.2, Да немало он приписывает себе и других похвал. И уже ли маловажным тебе кажется то, Что как только услышал «иди за мною» Матфея 4.18, Точно же оставил сети и отца, Последовал, что он один с Петром взят был на гору, И опять при другом случае вошел в дом архиве, Притом сколько он же восхвалил Петра. Он не скрыл, что Христос сказал ему, «Петр, любишь ли меня более их?» Иоанна 21.15. И везде он выказывает Петра пламенным И искренне расположенным к себе. Так, когда Петр сказал, «А этот что?» Иоанн 21.21. «Что сказал это от великой любви?» Вот почему никто другой не сказал так о себе, Да и он не сказал бы, Если бы ему не пришлось говорить об этом обстоятельстве. Если бы он сказавши, Что Петр дал знак Иоанну спросил, Ничего больше не присовокупил. То привел бы нас в большое недоумение И заставил бы искать причину поступка Петра. Потому-то, чтобы отстранить это недоумение, Он сам говорит, «Возлежал у груди Иисуса». А уже ли, по твоему мнению, Ты мало узнал, услышав, что он возлежал, И что учитель дозволил ему такое дерзновение? И если же ты желаешь знать и причину этого, То это сделано было по любви. Потому-то он и говорит, Которого любил Иисус. А я думаю, что он сделал это и с другой целью. Именно желая показать, Что он был чужд обвинения в предательстве. От того-то он безбоязненно говорит и действует. Иначе, почему он сказал это не в другое время, А именно тогда, когда Верховный подал ему знак? Так, чтобы ты не подумал, Что подал ему знак как старшему, Он говорит, что это сделано было по великой любви. Для чего же он преподает к персям? Ученики не думали еще о Христе ничего великого, А при том Иоанн через это облегчал и печаль свою. Естественно, что тогда и лица их были печальны. Ведь если они были смущены в своей душе, То тем более это смущение видно было на их лицах. Потому-то, утешая их и словами, и вопросами, Иисус допускает и позволяет преподать к своим персям. Заметь же, и то, что Иоанн чужд хвастовства. Он не назвал себя по имени, но сказал, Которого любил. Подобно тому, как и Павел говорит, Знаю человека, который назад лет четырнадцать. При этом случае Иисус в первый раз обличает предателя, Но и теперь не называя его по имени. А как? Кому я, обмакнув хлеб, подам. И сам этот образ обличения мог тронуть, Если уже он не устыдился и трапезы, Вкушая от одного хлеба. В самом деле. Пусть общение в трапезе не тронуло его. Но кого бы не привлекло и то, Что он принял от Христа хлеба, Но его не привлекало. Потому-то и вышел, написано, И вошел тогда сатана в него, Посмеявшись над его безвестыцом. Пока он был в лике апостолов, Сатана не смел войти в него, Но извне нападал на него. А когда Христос обнаружил его и отлучил, Тогда уже безбоязненно вошел в него. Так как он был столько развращен и неисправим, То его не следовало долго держать в лике. Потому-то Христос, наконец, и изверг его. А когда он был извержен, Тогда владел им сатана. И он, оставив собрание, Вышел ночью. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему, Что делаешь, делай скорее. Но никто из возрежавших не понял, К чему он это сказал ему. Стихи 27-28. О, какая бесчувственность! Как можно было не смягчиться и не устыдиться? Но он вышел вон, Сделавшись еще более бесстыдным. Слово же «делай скорее» Не означает ни повеления, ни совета. Напротив, имя Христос укоряет и показывает, Что он хотел бы, чтобы предатель исправился, И что он оставляет его только потому, Что он был неисправим. Но никто из возрежавших не понял, К чему он это сказал ему. Здесь может кто-либо прийти в недоумение Касательно того, Отчего ученики после того, Как спросили «Кто он?» И получив в ответ, Кому я, омочив, омокнув хлеб, подам, И после того не узнали предателя, Вероятно, Христос сказал тихо, Так что никто не слышал. Потому-то, конечно, Иоанн, Припав к персям его, Спрашивал почти на ухо, Чтобы не сделать явным предателя. И Христос отвечал таким же образом, Так что и теперь не сделал его явным. И хотя он с выразительностью сказал Ему, Купи, что нам нужно, К празднику, Или, чтобы дал что-нибудь нищим. Однако ж апостолы, Несмотря и на это, Не поняли. Этими словами он показывал, Что все сказанное им иудеям О смерти было истинно. А иудеям он говорил, Имею власть положить душу мою, Имею власть принять ее опять, И никто не берет ее от меня. Иоанна 10.18 И действительно, Да коли он не дозволял взять, Никто не в силах был, А когда позволил, Тогда это стало делом легким. Намекая на все это, Он и сказал, Что делаешь, Делай скорее. Но и тогда еще Он не сделал предателя известным. Могло статься, Что он был бы растерзан и убит. Поэтому-то же, Никто из возлежавших Не понял, О чем говорил Иисус. Уже ли Иоанн? Да, Иоанн. Потому что он не предполагал, Чтобы ученик мог дойти До столь великого беззакония. Будучи сами далеки От такого злодейства, Апостоли не могли подозревать И в других ничего подобного. Итак, Как прежде сказал им, Не о всех говорю. И нигде не открыл предателя, Так и теперь они подумали, Что он говорит о постороннем. Была же, говорится, Ночь, Когда он вышел. Стих 30. Для чего ты говоришь Мне о времени? Для того, Чтобы ты познал Бесстыдство предателя, Так как время Не удержало его От исполнения предприятия. Однако ж, И это не сделало его явным. В то время апостолы, Будучи одержимы страхом И большим беспокойством, Находились в смущении И не поняли Истинного смысла Слов Христовых. Они думали, Что Христос сказал Нищим Подай, Что нужно. Так как он много Заботился о нищих, Научая и нас Иметь о них Великое попечение. И думали они Так не без причины, Потому что Иуда имел у себя Ящик. Впрочем, Не видно, Чтобы кто-нибудь Приносил Христу деньги. Что ученики питали Его от своих имуществ, Об этом сказано, А на то Нигде не сделано Намека. Каким же образом Тот, Кто повелевал Не носить Ни дорожной сумы, Ни меди, Ни жезла, Носил Ковчежец Для служения Нищим. Это для того, Чтобы ты знал, Что и человеку, Крайне бедному И распявшему Плоть свою, Нужно иметь Об этом Великую заботу. Ведь Христос Многое делал Для нашего наставления. Таким образом, Ученики подумали, Что Он Это и говорит, То есть, Чтобы Иуда Дал что-нибудь Нищим. Но Иуду Не тронуло И то, Что Он Не хотел Обречить Его До самого Последнего Времени. Так должны Поступать И мы, Не обнаруживать Грехов Людей, Живущих С нами, Хотя бы Они были Неизлечимы. Да и после Этого, Когда Иуда Пришел Предать Его, Дал ему Латзанье И соизволил На такое Дело Тогда, Когда уже Шел На подвиг Гораздо Волей тяжкий, На крест И на поносную Смерть И при этом Опять показал Своё Человеколюбие. Здесь же Он называет Свою смерть Даже славою, Научая нас, Что нет Ничего Столь постыдного И поносного, Чтобы не Обратилось К большей Славе Человека, Если он Подвергается Тому Ради Бога. После того, Как Иуда Вышел, Чтобы предать Его, Он говорит, Ныне Прославился Сын Человеческий. Этим Он ободряет Поверженное В уныние Души Учеников И убеждает Не только Несетовать, Но даже Радоваться. По этой-то Причине Он и Петру Еще прежде Сделал Упрек. Быть Преданным Смерти И победить Смерть Это Действительно Великая Слава. Вот это И значит Слова, Которые Он говорил О себе. Стих 42 Впрочем, Изначальников Многие Уверовали. Когда Вознесете Меня, Тогда Познайте, Что это Я. И опять Разрушьте Храм Сей Еще Знамение Не дастся Вам, Кроме Знамения Ионы. И невеликая Ли Слава В том, Что Он После Смерти Явился Более Могущественным Чем Прежде Смерти. Ученики, Чтобы Уверить Воскресение Совершили Большие Чудеса. А Если Он Не Воскрес И Не Был Бог, То Как Бо Они Именем Его Совершили Такие Дела? И Бог Прославит Его. Что Значит И Бог Прославит Его Себе? Если Бог Прославился В Нем, То И Бог Прославит Его В Себе И Вскоре Прославит Его Стих 32 Что Значит Через Самого Себя, А не Через Другого И Тотчас Прославит Его То Есть Вместе С Крестом Не После Продолжительного Времени Говорит Не Будет Ожидать Отдаленного Времени Воскресения И Не Тогда Явит Его Славным А Тотчас На Самом Камни Распались Завеса Разодралась Многие Тела Усопших Святых Воскресли На Гробе Были Печати Его Окружала Стража Над Телом Лежал Камень И Однако Тело Воскресло Прошло Сорок Дней И Сошел Дух И Все Точно Стали Проповедовать Его Это То И Значит Прославит Его Себе И Вскоре Прославит Его Не Через Ангелов И Архангелов И Не Через Другую Какую Либо Силу А Через Самого Себя 482 Но Как же Он Прославил Его Через Самого Себя Он Все Сделал Для Славы Сына Хотя Все Совершил Сам Сын Видишь Ли Что Христос Свои Дела Относит К Отцу Дети Недолго Уже Мне Быть С вами Будете Искать Меня И Как Сказал Я Иудеям Что Куда Я Иду Вы Не Можете Прийти Так И Вам Говорю Теперь Их 33 После Вечерей Христос Начинает Уже Беседу Печальную Когда Вышел Иуда Тогда Был Уже Не Вечер А Ночь И Так Как Скоро Должны Были Прийти Чтобы Взять Его То Набежало Передать Апостолам Все Чтобы Они Имели Это В памяти Впрочем Справедливее Сказать Им Напомнил Все Дух Естественно Ведь Что Они Многое Забыли Так Как Тогда В первый Раз О том Слышали И К тому же Должны Были Подвергнуться Столь Великим Искушениям Они Были Одолеваемы Сном Как Замечает Другой Евангелист И Были Одержимы Печалью Как Говорит И Сам Христос Но Сие Сказал Вам Потому Что Сердца Ваши Исполнились Скорбью 16.6 Как же Могли Они Хорошо Удержать Все Это В памяти Так Для Чего Им Было Говорено Немало Способствовало В их Мнении К Славе Христовой То Что Они Ясно Узнав Об Этому Впоследствии Припоминали Что Еще Прежде Слышали О Том От Сам Христа А Для Чего Он Заранее Повергает Их Души В Уныние Говоря Еще Мне Немного Быть С вами Иудеям Это Сказано Было По Справедливости Но Для Чего Ты Нас Ставишь Наряду С Этими Неблагодарными От Нють Нет Для Чего Сказал Как Сказал Я Иудеям Этим Он Напомнил Что Предсказывает Это И не Теперь Только Когда Бед Все Наступили Но Предвидел Это Еще Прежде И Этому Свидетели Они Сами Так Как Они Слышали Что Он Говорил Это Иудеям Для Того Он И Присовокупил Чадо Чтобы Апостол Услышав Как Я Сказал Иудеям Не Подумали Что И к Ним Эти Слова Были Сказаны Точно Та же Как Иудеям Таким Образом Он Сказал Это Не Для Того Чтобы Повернуть Их В Уныние А Чтобы Ободрить Их Чтобы Нечаянно Пришедшие Бед Все Не Смутили Их И Куда Я Иду Вы Не Можете Прийти Так И Вам Говорю Теперь Этим Показывает Что Его Смерть Есть Представление Переход К Месту Куда Не Допускаются Тела Подверженные Тлению Говорит Это Для Того Чтобы Возбудить В них Любовь К Себе И Сделать Ее Более Пламенную Ведь Вы Знаете Что Мы Воспоменяемся Особенно Любовью К Друзьям Своим Тогда Когда Видим Что Они Удаляются От Нас И Особенно Когда Видим Что Они Удаляются В Такое Место Куда Нам Невозможно Идти И Так Иудеям Он Говорил Это С тем Чтобы Их Устрашить А А А А А Чтобы Чтобы Воспоменить В них Любовь Место Это Таково Что Не только Они Но Даже И Вы Возлюбленнейшие Не Можете Прийти Туда Здесь Он Показывает И Своё Достоинство И Вам Говорю Ныне Почему Ныне Иначе Вам То есть Не вместе С ними Когда Искали Его Иудеи И Когда Ученики Ученики После того Как Убежали А Иудеи Тогда Как По Взятию Их Города И По Прошествии На Них Отсюда Гнева Божия Подверглись Ужасным И Неизобразимым Бедствием И Так Иудеям Я Говорил Тогда По Причине Их Неверие А Вам Теперь Чтобы Бедствие Не Постигло Вас Неожиданно Заповедь Новую Даю Вам Так Как Они Слышав Эти Слова Естественно Могли Прийти В Смущение Как Люди Которые Будут Лишены Всякой Помощи То Он Утешает Их Ограждая Любовью Этим Корнем И Утверждением Всех Благ Он Как Бы Так Говорил Вы Искорбите О том Что Я Отхожу Но Если Вы Будете Любить Друг Друг То Вы Будете Еще Сильнее Почему Он Не Так Сказал Потому Что Сказал То Что Было Для Ни Гораздо Полезнее А Разумеете О Сем Позже И Тогда Все Поймут Что Вы Мои Ученики Этим Он Уже Показал Вместе И То Что Лик Их Не Разрушится Предательный Признак Это Он Сказал Уже Тогда Когда Предатель Был Отделен От Них Как Он Называет Эту Заповедь Новую Когда Она Была В Ветхом Завете Он Сделал Ее Новую По Самому Образу Поэтому Присовокупил Как И Я Возлюбил Вас Я Говорит Не Долг Вам Отдал За Предшествовавшие Ваши Заслуги А Сам Начал Любить Вас Так Десах Которые Они Имели Совершить Он Отличительным Признаком Их Поставляет Любовь Почему Же Так Потому Что Она В Особенности Означает Святых Людей Так Как Она Есть Основание Всякой Добродетели Ей По Преимуществу Все Мы Спасаемся Она То Говорит И Означает Ученика Тогда Все Похвалят Вас Когда Увидят Что Вы Подражаете Моей Любви 484 Что Не Гораздо Ли Лучше Показывает Это Чудеса Нет Многие Скажут Мне Господи Господи Не Твоим Ли Именем Бесов Изгоняли Матфея 7 22 И Опять Когда Апостолы Радовали Что Им Повинуется Бес И Сказал Не Радуйтесь Что Духи Повинуется Вам Но Радуйтесь Что Имена Ваши Написаны На Небесах Лука 10 Правда Чудеса Провели Ко Христу Вселенную Но Это Потому Что Им Предшествовала Любовь Если Бы Не Было Любви Не Было Чудес Она Точно Сделала Апостолов Людьми Добрыми И Прекрасными Так Что У Всех Было Одно Сердце И Одна Душа А Если Бы Они Были Не Согласны Между Собою То Погибло Бы Все Но Не К Всем Имеющим Уверовать В Него Ведь И Теперь Не Другое Что Соблазняет Язычников А Именно То Что Нет Любви Но Они Скаж Упрекают Нас И В том Что Не Бывает Чудес Да Но Не Столько В чем Апостолы Показали Любовь Видишь Что Петр И И Ан Неразлуч Друг С Другом И Вместе Входят В Храм Видишь Что Павел Также Одушевлен Любовью К Ним И Уже Ли Еще Сомневаешься Если Они Стяжали Другие Добродетели То Тем Более Имели Любовь Которая Есть Мать Добра Она Произрастает От Души Добродетельной А Где Порог Там Увидает Это Растение Когда Сказал Умножится Беззаконие То Охладеет Во многих Любовь Да Язычников Не Столько Обращает Чудеса Сколько Жизнь Жизнь Жи Ничто Так Не Благоустрояет Как Любовь Тех Которые Совершали Знамения Язычники Часто Называли Обманщиками Но Чистой Жизни Они Не Могут Укорить Поэтому Доколе Проповедь Не Была Еще Распространена Чудеса По Справедливости Были Предметом Удивления А Теперь Нужно Возбудить Удивление Жизнью Действительно Ничто Столько Не Соблазняет Как Порог Да И Справедливо Ведь Когда Язычник Увидит Что Тот Кому Заповедано Любить И Врагов Лихо Имствует Грабит Побуждает К Вражде И Обращается С Содоплеменниками Как Дикими Зверями Он Назовет Наши Слова Пустыми Бреднями Когда Увидит Что Христианин Трепещет Смерти Как Примет Слова О Бессмертии Когда Увидит Что Мы Властолюбивые Раболепсуем Другим Страстям То Еще Больше Будет Привержен К Своему Учению Не Думая О Ничего Великого Мы Истинно Мы Виновны В том Что Язычники Остаются В Заблуждении Своё Учение Они Давно Уже Осудили И На 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 Жизнь Наша Их Удерживает Это Делали Но Они Требуют Доказательства От Дел Пусть Скажешь Они Подумают О Наших Древних Мужах Но Они Совсем Не Верят А Хотят Видеть Людей Живущих Теперь Покажи Нам Говорят Веру От Дел Твоих А Дел Нет Напротив Они Видят Что Мы Хуже Зверей Терзаем Близнего Своего И Потому Называет Нас Язвой Вселенной Вот Мы Будем Наказаны И За Них Не Только За То Что Творим Зло Но И За То Что Через Нас Хулится Имя Божие Да Коли Мы Будем Привязаны К Богатству Роскоши И Другим Страстям Отстанем Наконец От Них Послушай Что Говорит Пророк О Некоторых Безумцах Будем Есть И Пить Ибо Завтра Умрем О Нынешних Людях И Этого Нельзя Сказать Теперь Многие Присвояют Себе Достояние Всех За Что И Порицает Их Пророк Говоря Как Будто Вы Одни На Земле И И 5.8 Потому То Я Боюсь Чтобы Не Случилось Чего Либо Худого И Чтобы Нам Не Привлечь На Себя Никакого Наказания Божия А Чтобы Этого Не Было Будем Упражняться Во всякой Добродетели Чтобы Достигнуть И Будущих Благ По Благодати И Человеколюбии Господа Нашего Иисуса Христа Через Которого И С Которым Отцу Со Святым Духом Слава Ныне И Присно И Во Веки Веков Аминь